Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. Сегодня на Украине состоялась международная конференция в поддержку этой республики. И на ней выступил вице-президент США Джозеф Байден. Он пообещал предоставить Украине 2 миллиарда долларов гарантий. Основная тема этой конференции – донорская поддержка Украины. И по оценке министра финансов Натальи Яресько, Украина нуждается в 40 миллиардах долларов к 2018 году. Поможет ли Запад Украине материально? Такова тема нашей сегодняшней встречи и беседы с нашими гостями. Философом Игорем Чубайсом. Добрый вечер, Игорь Борисович. Добрый вечер. Политологом Владиславом Беловым, нашим постоянным экспертом и гостем нашей программы, заместителем директора Института Европы. Добрый день, Владислав. Добрый вечер. И будет у нас по скайпу Владимир Луновой, бывший министр экономики Украины. Игорь Борисович, как Вы считаете, это то ли главное, в чем нуждается сейчас украинская революция? Вот это вливание валютное? Я думаю, что главное, в чем нуждается Украина, это, конечно, мир. И только если удастся решить проблему агрессии, войны и так далее, тогда Украина имеет реальные, прекрасные перспективы, прекрасные возможности. И, несомненно, там будут происходить позитивные изменения. Но в условиях, когда продолжается война, когда продолжается, когда, как сказал только что, Порошенко в любой момент может возобновиться, война и военные действия, здесь, конечно, очень сложно. Но Украина имеет целый ряд успехов. И почему в отношении финансов, я не знаю, что скажет мой коллега и оппонент, но в отношении финансовой поддержки, я думаю, вопрос предрешен. Потому что один из очень больших успехов Порошенко, президента Порошенко, и всей Украины заключается в том, что благодаря дипломатическим усилиям, но не только дипломатическим, для этого были основания, с Украины солидарна вся Европа, с Украины солидарна Америка, с Украиной солидарен мир. И мир следит за этим, мир поддерживает. Напротив, Россия оказывается в полной политической изоляции. Это будет ясно еще и 9 мая. Владислав, вот только Канада готова выделить 50 миллионов долларов, а мне кажется, это та сумма, которая уходит каждый день, за месяц ее съест война. Да, я думаю, что когда мы говорим о миллионах, о миллиардах долларов, в общем-то мы говорим ни о чем. Потому что и во время встречи представителей Евросоюза с президентом, с премьер-министром, и во время конференции так и не прозвучало, как Украина собирается проводить экономические реформы. Если Игорь Борисович говорит о том, что необходим мир, он должен говорить про конкретных политиков, которые отвечают за то, чтобы не просто реализовывать минские договоренности, а о том, что должны предприниматься конкретные шаги, за которыми стоят решения конкретных людей. Если мы сейчас оставим в стороне проблему Донбасса, которая имеет, конечно, не только военно-политическое звучание, но и экономическое звучание, когда говорят, что ВП Украины потеряла 20% именно за счет того, что Донбасс был отрезан военными действиями от народно-хозяйственного комплекса, то фактически Гитсенюк заявляет об общих словах. Мы не видим никакой конкретики, что Украина готова предпринять. Украина готова, словами Порошенко, вводить в качестве официальных языков английский и французский, почему-то про немецкий забыли, хотя основное государство, которое готово было поддержать это ФРГ, говорят о том, что Украина будет присоединяться к энергетическому союзу, говоря о реверсе газа, говорят о том, что необходим безвизовый режим, необходима зона свободной торговли. Коллеги, уважаемые украинские коллеги, давайте поговорим о том, кто из вас берет на себя роль Гайдара, запятая, Чубайса, запятая, Немцова, то есть тех людей, которые отважились на либеральные реформы, которые мы критикуем, здесь я даже не буду себя сапонировать, потому что согласен с тем, что либеральные реформы пошли не по тому пути, и мы когда вспоминали Николая Петровича Шмелева, мы даже говорили про либеральные подходы. Но тем не менее, в одном из последних интервью, на самом деле последнее интервью, которое Борис Немцов дал за сутки до своей гибели, он говорил о том, что на Украине нет представлений о том, как проводить экономические реформы, кто их может проводить. Поэтому суммы, которые мы сегодня озвучиваем, в миллионах, миллиардах не имеют абсолютно никакого наполнения, кроме как в моем представлении, что эти деньги исчезнут в черной дыре той коррупции, которая по-прежнему существует на Украине. И когда говорят о тех деньгах, которые будут предоставлять страны, международные финансовые организации, у меня здесь перечислены все эти суммы, которые получит Украина в 15-м, в 16-м, в 17-м годах, но реальные отдачи от них пока на сегодня граждане Украины не получат. И в этом трагедия, трагедия тех украинских граждан, той «Небесной сотни», которую называют, и к ним возлагали, сейчас там цветы, и юнкеры, и прочее, прочее. За что вы боролись, вы этого не получили. И об этом, как и Бендукидзе покойно говорил, что одно дело Майдан, другое дело тяжелейшие экономические реформы. Мы даже говорим не о том, что предстоит испытать украинскому народу, предстоит год потерян, и год потерян не из-за Донбасса, а год потерян из-за таких людей, как и Ценюк, и же с ним, которые так и не смогли ничего предложить конкретно Евросоюзу. Просто говорят, что давай в 16-м году, обижается на нас, что мы на год отложили вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли, но не в этом проблема, не в том, чем торговать, а как жить по либеральным экономическим законам. В этом проблема. Я просто скажу, что мы не будем оставлять в стороне проблем Донбасса, просто Владислав фигуру речи такой применил. Пожалуйста. Да, но я немножко хотел бы с другой стороны на это взглянуть. Во-первых, я не со стороны Запада, а со стороны Кремля. Я считаю, что та политика, которую проводил Кремль, несмотря на огромное финансовое вливание в Украину, вот она фактически привела к полному банкротству кремлевской стратегии. Приведу, назову только две цифры. Как-то кто-то из Госдепа, я не помню, какой-то крупный чиновник, признал, что за 20 лет свободной Украины Украина получила помощь для развития гражданских структур, гражданских организаций в размере 5 миллиардов долларов. И у нас это огромный резонанс. Вот они купили, вот они, вот откуда все, вот понятно, откуда Майдан. Американцы оказали помощь на 5 миллиардов для развития демократии, гражданских организаций. Путин несколько раз говорил, что мы субсидировали бюджет Украины, мы фактически предоставили 100 и более 100 миллиардов долларов. Те 5 миллиардов, эти 100 миллиардов. То есть вот соотношение и полное банкротство кремлевской политики. Украина снимается в нато. Мы так же можем посчитать, сколько ушло из России за этот период. За 25 лет. Из России ушло немерено. Минимум 2 триллиона долларов. Нам не денег жалко. Нам жалко. И один наслушатель не может в этих цифрах разобраться. Абсолютно. У него 5 миллиардов копеек за всю жизнь. Да, Игорь Иванович, потому что сейчас накапливается вопрос у нашего гостя из Киева. Да. Давайте еще одну мысль, и он вам ответит. Ну, а что касается реформ, то я думаю, здесь несколько факторов. Вот очень долго говорили, честно говоря, я сам писал там на украинских сайтах, на мои блоги, о том, что просто необходима реформа. Начинайте реформу. Сколько может... Мы здесь в России ждем, когда вы начнете реформу. После этого появился ряд материалов. И Порошенко... Ну, не мои публикации, но и другие писали об этом. И Порошенко обижался, что... Ну, почему же... Почему вы не видите, мы уже реально проводим реформу. Мы реально меняем ситуацию. Называлось целый ряд сфер, в которых реформы проходили. Но я назову только одну область, которая, по-моему, понятна и чувствительна. Ведь начинались события в Украине с того, что Россия была полным контролером и хозяином экспортируемого газа. Вот эту зиму Украина не просто пережила, а сейчас «Газпром» перестал быть монополистом, и доля России в поставках газа в Украину 39%. Все. То есть это реформа, это реверс, это преобразование экономической системы, преобразование газовых потоков. Вот. То есть, с одной стороны, вот Порошенко говорит, что реформы есть. С другой стороны, многие сейчас говорят, что они недостаточны. А с третьей стороны, ведь мы же говорим не про реформы, скажем, в Балтии, и не про реформы в Польше, где Пальцирович, где было 40 лет тоталитарного режима. Мы говорим о реформах в стране, которая 95 лет находилась под красным давлением, в которой нет ни одного поколения. Мы говорим, понимаете? А в Грузии? В Грузии не член ЕС. Ну, в Грузии, в Грузии ситуация... Как и Безупиду совершил там все-таки такие... Они действительно с полицией разобрались, они искоренили коррупцию. Ну, то здесь есть... Я просто хочу... Про Грузию отдельно. Вопрос не такой однозначный. Потому что мы проводили передачи по этим, помните, пыткам, которые... То есть, там говорили все еще с отжествами. Давайте дадим слово Владимиру Лановому, большему министру экономики. А мы его услышали? Владимир Тимофеевич, да. В какой сумме нуждается Украина? Вот ваша преемница говорит, что 40 миллиардов долларов. Вы как оцениваете? Ну, это оценка платежных обязательств, связанных с погашением ранее полученных кредитов, срок оплаты которых наступает в ближайшие 4 года уплата процентов. Возможно, это покупка газа, который у нас покупается под гарантией государства, из-за валюты, из-за резервов Национального банка. Вот такая минимальная необходимость внешних обязательств. Конечно, это не деньги для развития страны. И вообще кредиты нельзя, наверное, как-то так использовать, если они поступают в государство для развития экономики. Их государство скорее действительно используют для потребления, какого-то типа военного потребления, штатского потребления, еще каких-то нужных или менее нужных вещей. Но действительно можно предъявлять претензию к украинскому сегодняшнему руководству, который говорит, что давайте нам деньги, нам мало 40 миллиардов, давайте нам еще, и тогда мы покажем класс. Наверное, это ошибочная позиция. И это обычная позиция член правительств, которые приходят на определенное короткое время и хотят добиться мнимого такого эффекта, выражаемого в каких-то суммах внешних дополнительных поступлений, но никак не такими системными, структурными двигами, которые изменят страну на многие годы, о чем вы говорили, как о реформах. Спасибо большое, Владимир Тимофеевич. Давайте послушаем мнение наших гостей. Как вы считаете, Владислав Борисович, проедят эти деньги чиновники? Ну вот господин Лановой прав. Надо было сразу сказать, невероятная величина внешнего долга по отношению к ВВП. Это деньги потеряны. Возвращаются те деньги, которые не сработали в стране. Это ужасно. Их проели. Их, ну, скажем так, аккуратно проели, потому что не пойман за руку ни вор. Их проели. И, соответственно, те деньги, которые будут продолжать выделяться на инфраструктурные проекты, то, что выделяет Всемирный банк, Международный валютный фонд, они, в общем-то, идут на неплохие цели, на то, чтобы была взвешенная денежно-кредитная политика. В конце концов, стабилизировать национальную валюту, вести таргетирование, остановить инфляцию, дать параметры, ориентиры для частных хозяйствующих субъектов. Этого не происходит. И я не буду дискутировать с Игорем Борисовичем, конечно, по состоянию на ноябрь 2013 года, на такой вот встрече в Вильнюсе, точка отсечения, Да, страна была поставлена на колени Януковичем, и народ взорвался из-за того, что мелкого товаропроизводителя стали обирать, бабушку дороги стали обирать, то есть страна жила проеданием того, что хоть что-то создавалось. Поэтому мрачный прогноз, 40 миллиардов надо возвращать, напоминает ситуацию в 90-е годы в России, когда денег не было, надо было хоть как-то отдавать. И нет, я не услышал от господина Лунового, все-таки, какие четкие реформы будут проводиться в Украине, или на Украине, мне все равно какой предлог использовать. И вот пока печальная ситуация, о чем говорит безвизовый режим, мы европейцы, мы хотим ездить, но европейцы прекрасно понимают, что это будет поток трудовой миграции с Украины в европейские страны. Европа этого не хочет, поэтому очень сдержанные отношения. Очень сдержанные отношения. Не будем забывать, что сейчас Украина поставляет беспошлино товары в Европу, выгадывая на этом примерно 500 миллионов долларов. Ну и украинские товаропроизводители, разные, прекрасно понимают, что Европа права, когда предлагает трехстороннее обсуждение будущего членства, даже не членства, а будущего участия Украины, в зоне свободной торговли, потому что европейцы прекрасно понимают, что другая часть кооперации с Россией, она объективна, и европейцы в этом заинтересованы, европейцы готовы начать обсуждать вот эти механизмы ассоциированного участия Украины и в Евразийском экономическом союзе, со всеми его проблемами, которые у меня там есть, сразу говорю, со всеми проблемами, и, соответственно, с ассоциированным членством в Евросоюзе. А Айценюк, Порошенко говорят, мы будем членами Евросоюза, прямо скоро уже. На что и Жан-Клод Юнкера, другие говорят, ну, подождите, ребята, хотя бы хоть что-то решите для того, чтобы заработала зона свободной торговли. Я пока не вижу, вот я разложусь в сторону руками, хочу услышать от своих коллег, что конкретно сейчас происходит в Украине с точки зрения реформ, помимо реверса газа. Вам слово, Игорь Борисович. Да, конечно, я с удовольствием скажу, хотя бы некоторые свои соображения выскажу. Понимаете, мне кажется, что мы немножко неправильно ввели точку отчета, систему координат. Начались реформы, не начались. Вот я читаю на украинском, я бываю в Украине, правда, последний раз я был в ноябре, уже я чувствую, что надо как-то приехать и своими руками потрогать. Да, это тоже, да. Но вот я сейчас сошлись на публикацию украинских сайтов, ситуация при Кучме. Значит, коррупция дошла до таких масштабов, что Кучма получается, вот я читаю в украинском источнике, что Кучма получает сообщение, получает записку, если ты сволочь, не будешь с нами делиться, то мы взорвем асфальт вместе с твоим персональным автомобилем. То есть, понимаете, президент уже не президент, не то, что там на каком-то районном уровне. То есть, вот таков был уровень коррумпированности. Я недавно общался со своим старым одноклассником, который вообще потом был вице-адмиралом, а потом ушел в бизнес. У него там недвижимость в Словакии, в Чехии, в Крыму и так далее, в Украине. И он мне рассказывал, что в Украине я был единственный предприниматель в том регионе, где он работал, который не платил откаты Януковичу, потому что смотрящий был просто его личным другом. То есть, все были под контролем, понимаете, всех, грубо говоря, доили. Вот сегодня такой ситуации, конечно, нет. Она еще далека до нормальной, до того уровня коррупции вообще во всех странах. Но на минимальном уровне, там Финляндия, допустим, которая была когда-то частью России, просто там большевики проиграли. То есть, это произошло. Ну, а если говорить о реформах, уже о самих реформах, произойдут реформы, не произойдут, я вижу, по крайней мере, один решающий фактор, который дает неоснование для оптимизма. Дело в том, что в Украине, что реально произошло, вот независимо от реформ, не реформ, там существует реальное, сильное гражданское общество. Никто там не молчит, никто не отсиживается, никто не прячет голову. И если что, они выйдут, и они скажут, они потребуют. И они требуют в той форме, в которой это сейчас для них, так сказать, кажется адекватным, они это требуют. А когда закончится война, когда вообще, так сказать, будут решены вопросы, не слушать украинских граждан, не слушать украинское общество будет вообще невозможно. Поэтому я считаю, что, еще раз повторю, 95 лет тоталитаризма в один год не преодолеваются. Но есть еще большой потенциал для того, чтобы движение было позитивным, и движение происходит, хотя и медленно, но в правильном направлении. Давайте дадим слово Владимиру Тимофеевичу. Владимир Тимофеевич, как вы считаете, что более эффективно для Украины оказалось, вот ориентация на Россию, помните, там президент Путин сказал, что мы любому режиму дадим 13 миллиардов долларов, или уже окончательно разрыв с Москвой и переориентация на Европу? Дело в том, что сотрудничество с Россией чревато. Почему? Потому что российская экономика построена по принципу крупных частно-государственных корпораций, которые именно управляют своими рынками, потоками, и сотрудничество с этими корпорациями требовало адекватных структур, скажем, в Украине, или в Китае, или в Казахстане. И поэтому такая попытка в Украине была сделана во времена Кучмы. Он начал создавать крупные государственные монополии путем интеграции множества предприятий определенных опрослей. Янукович это довел до полного абсурда. У нас сотни таких огромных государственных корпораций, которые, как правило, убыточны. Нефтегазовая наша корпорация самая убыточная. На прошлом году это больше 100 или около 100 миллиардов гривен убытков. В этом году они говорят, что у них будет 10, 5, 20, в зависимости от структуры газа. Ну вот это просто колоссальный пример, что такого рода путь для Украины оказался губительным. Государственные монополии, какие-то монстры в своих отраслях, они, во-первых, неповоротливые, а во-вторых, они являлись основными источниками коррупции, основными источниками движения денег по вертикали в самые высокие кресла. И в результате создавалась такая оторванная действительно от общества экономическая система, которая приумножала сама себя и, скорее всего, она откачивала доходы, валюту, прибыли за границу. И мы знаем, что полностью разрушена финанс. В результате стала финансовая система Украины. Ну и не видеть этого, не понимать этого, не действовать в этом направлении. То есть, когда вы говорили об реформах, необходимых либерального, например, типа, конечно же, это речь идет о базовых изменениях в экономике, об отношениях собственности, об отношениях на рынках. Олигархический уклад у нас очень мощный, потому что государство выступало всегда более слабым партнером, уступчивым, так сказать, партнером для олигархата. Олигархи, в общем-то, защищали свои права, а олигархи Януковича защищали свои права и возбудили вот этот конфликт на Востоке. Это так, наверное, надо квалифицировать. И они продолжают цепляться за территориальные вот эти рамки Донецкой Народной Республики. Они показали свою существующую сущность. Ну и, конечно, не реформировать олигархические холдинги, монополизацию рынков. Дезинтеграцию, не проводить дезинтеграцию государственных монополий, не изменять методы регулирования экономики, макроэкономического, финансового, регулирования бизнесового и тому подобное. Это просто приводить страну к ужасному такому состоянию, может быть, даже в каком-то смысле к краху, поскольку динамика отрицательная и она ускоряется. Как бы там не пытались объяснить это. Еще один момент я хотел бы сказать в контексте, скажем, его вами, что так получилось, что Майдан, это, наверное, это правильно, это действительно гражданское движение, которое не является парламентского типа движением и силой. И поэтому парламентские механизмы, которые у нас после уже революции действуют, они неадекватны в состоянии общества, они не принимают необходимых решений, они, как всегда, удалились от гражданских интересов. Поэтому, если бы не война, то, наверное, раньше требования общества имели очень высокую активность и результативность. А какие еще могут быть структуры адекватны Майдану? Вообще на Майдане речь об этом шла, но просто такая деталь, что мы говорим о Майдане, часто у нас там все это происки ША, заговор ША, сам Майдан формировался в ходе Майдана. Изначально не было таких структур, которые были уже... То есть Майдан первичен, а... Майдан начал формироваться и выстраиваться в ходе самого этого протеста. Поэтому... Игорь Борисович упомянул 5 миллиардов так называемой мягкой силы, soft power, которая подготовила события на Майдане. Ну, а не подготовила, подготовила Януковича бездарная власть. Нет, это к тому, что по поводу вмешательства внутренних дел... Мы сейчас говорим про 40-летие Хельсинского акта и говорим, что, конечно, жесткая сила, которую проявила Россия с точки зрения Запада. Летом будет 40 лет, да? Да, 40 лет Хельсинки. А вот у меня еще был вопрос с точки зрения Украины. Вот такое вмешательство через мягкую силу внутренние дела другого государства попадает под Хельсинский акт или нет? Знак вопроса... Тогда не было Украины. Тогда был СССР. Хорошо. Здесь нет никакого вмешательства абсолютно. Я не вижу здесь никакого вмешательства. Нет, я просто спрашиваю про мягкую силу. Мягкая сила, это сродни той гибридной войне, которую ведут там, да? То есть вот не было такого раньше. А сейчас мягкая сила вмешательства, которую меняют и так далее. Где эти демократические структуры, которых мы не видим? Демократические структуры были подготовлены в США. Я сейчас спрашиваю. Мы только через улицу работаем? Или все-таки было создано гражданское общество, имеющее свои механизмы и диалога через бизнес с властью, через население с властью? Я таких механизмов не вижу. Я пока вижу другие механизмы, которые выливаются на улицу. И очень хотелось бы, чтобы все-таки сейчас в Украине то гражданское общество, про которое говорит Игорь Борисович, начало работать. Реально, чтобы ему разрешали работать. Пока я сейчас вижу, что работают только с той частью гражданское общество, которое говорит «да». Если кто-то говорит «нет», то как с ними поступают немножко по-другому. Хотя все это может быть, как говорится, провокация с точки зрения информации, которую нам дают. Да, Игорь Борисович. Я хотел все-таки некоторые вещи уточнить. Американцы признали, не отрицают, не скрывать, что они оказали помощь 5 миллиардов. Но это же нельзя понимать так, что они кого-то там подкупили, что они кому-то дали взятую. Вообще не об этом речь. Я относил совершенно другую. Нет, они помогли созданию гражданских структур. Это нормальное дело. Вот меня удивляет, что в Соединенных Штатах сидит господин Мигранян, высокопоставленный чиновник, который очень высоко оценивает деятельность Адольфа Гитлера. Да, и занимается, как я понимаю, определенной помощью там американским организациям. Сейчас это другая дискуссия. Вот это вопрос, да? Хорошо. Вот. Американцы помогали созданию гражданских структур. Не более того, они не шпионов плодили, они не взятки. Это совершенно нормально. Это все-таки в мире существует. Если американцы говорят, что это прямое следствие все-таки вот этого здорового общества, где эти структуры? Хотелось бы их сейчас слышать. Эти структуры я назову. Я назову. И я уверен, что вы это знаете. Дело в том, что еще один успех Украины, реальный успех, это формирование за полгода, теперь уже за год, сильной и эффективной армии. Вот украинцы сейчас, я время от времени общаюсь с людьми хорошо информированными в Киеве, они говорят, да, это уже произошло. Вот армия действительно сильная. Но и она готова сейчас противодействовать. Но почему я говорю о гражданских структурах? Не очень мягкая сила. Нет, нет. Я вот о чем хочу сказать, что на протяжении многих месяцев чудовищная коррупция в Украине сохранялась, и деньги, которые выделяли власти на содержание вооруженных сил, они исчезали. И армия существовала за счет гражданских структур. То есть гражданские группы брали под свой контроль какое-то там, скажем, объединение Азов, или объединение Донбасс, или еще какое-то гражданскую гвардию, формирование гражданской гвардии. Они сами собирали, как только они получали информацию, нам там нужно, допустим, не знаю, приборы ночного видения, 50 приборов, тут же через интернет собирали деньги, тут же гонец ехал за рубеж, закупал эти, и к концу дня уже приборы были на месте, и на следующий день они поставляли, помогали своим. То есть там гражданская активность, очень серьезная, была прежде всего направлена на поддержку армии, поэтому Украина, поэтому агрессор остался на востоке Донецкой области, Мы можем говорить, что в Украине военная экономика или нет? Простите, задавайте. Потому что Порошенко и Цинюк говорят о необходимости увеличения военного бюджета. Это тупиковый путь. Милитаризация бюджета. Милитаризация бюджета. Согласен с украинским коллегой о том, что речь должна идти о декартализации украинской экономики. К сожалению, я ничего не слышу от Яценюка относительно малого и среднего бизнеса, который является основой любой либеральной экономики, как раз тот бизнес, который был загублен Юнуковичем. В Германии 99,5% по численности малые и средние предприятия. 99,5% по численности? По численности. Не по МВП, а по численности. И теперь мы сейчас, пока мы сейчас дискутируем, я подумал о США, о Франции, о Германии, об их ответственности. И подумал, что сейчас 70 лет победы, великой качественной войне и начала оккупационного периода в Германии, где американские власти взяли на себя всю тяжесть реформирования вот той военной экономики, которая подошла к 8-9 мая 1945 года. Может быть, действительно, страны, которые, в общем-то, обеспечили во многом ситуацию вокруг Майдана, должны были бы взять на себя более жесткие обязательства по реформированию украинской экономики по образу и подобию реформирования военной экономики Германии. Не во всем, конечно, но валютная реформа, конституционная реформа. Соответственно, все эти экономические параметры, включая план Маршала, которые были реализованы в Германии. Может, здесь надо посмотреть какие-то еще параллели. То есть были свои реформаторы, вот эти великие имена, ты германские. Людвиг Эрхард. Людвиг Эрхард, который в 43-м году, я был поражен, в 43-м году беседовал с Гиммлером и обсуждал будущее рыночной экономики Германии. А Геринг возглавлял комитет по управлению военной экономики, был обозван, его обозвал Гиммлер, а вот эту большевистскую, там, конечно, недословно, а вот эти вот большевистские замашки мы уничтожим. То есть Гиммлер считал, что Геринг действует по госплановскому подходу. Это разгар войны. В отличие о немецкой экономике после войны от нынешней украинской... Декартилизация. Декартилизация. Да, это само собой. Были расформированы крупные концерны. Да. Можешь сейчас пойти и сказать американским коллегам и немецким коллегам. Да, Владимир Тимофеевич тоже самое сказал. Вы не учитываете одну деталь. Дело в том, что действительно после войны большая часть капитала, которая действовала в Германии, был и привлеченный иностранный капитал. То есть немецких денег было немного. Они абсолютно открыли свою экономику. Это одна из важнейших все реформы Эрхард. Сейчас расскажу. Это были инфраструктурные реформы. В первую очередь капитал. Да. Но еще одна важная часть, потому что они не на свои деньги реформируются, они впустили всех желающих. Украина с удовольствием бы открыла свои границы для капитала. Но в условиях войны желающих инвестировать в воюющую страну немного. Поэтому, хотя в то же время я бы с вами согласился, что если, как бы, не уверен, что у меня есть моральное право так говорить, но если я, как бы, вот очень извиняюсь, да, но если окажется, что нынешняя украинская власть действует неэффективно в экономическом плане, если действительно это будет призна, то я бы лично высказался за то, чтобы на них было оказано давление, потому что для моей страны важны реформы в Украине, а не для меня важны. Как только Украина начнет показывать успехи, она обязана это сделать. У нас будет шанс вырваться из той ямы, в которую нас загоняют. Ну, Тиценюк пошутил или не пошутил, сказал, что будущий президент Украины будет господин Юнкер. Он сказал об этом вот в начале этой недели. Возможно, он видит ответственность страны президента. Вы знаете, я думаю, это невозможно, потому что революция на Майдане, она имела две составляющие ценности, которых вот нет у нас на Сахарова и на Болотной. Это, с одной стороны, патриотизм украинский, поэтому там все портреты, и Шевченко, и Бандера, и так далее. Поэтому они в своих рубашках, вышиванках, поэтому они поют свой гимн. Они патриоты своей страны. И вместе с тем они за Евромайдан. То есть они за европейский путь Украины. У нас вот патриотизм, это понятие либо изгаженной властью. Я вам сразу говорю, европейский путь, малый и средний бизнес, потому что новая политическая власть формируется теми, кто своими руками заработал гривну, рубль, марку, и которому есть что отстаивать. Поэтому мы говорим про Россию и про Украину. Без этого нового класса ничего не произойдет. И сейчас никаких возможностей на Украине для создания вот этого Миттельштанда по-немецки, к сожалению, нет. У меня нет такой возможности, нет проектов. Кстати, оговорюсь. Фонд Фольксвагена, предпринимательский капитал социальной ответственности, объявил конкурс на трехсторонний проект Германия, Украина, Россия. В самых разных областях. Мы с вами можем предложить гражданское общество. Фольксвагена это открыто сказал. Что сделал МИД Украины? Обратился официально ко всем образовательным и исследовательским учреждениям, в первую очередь государственным, не участвовать в этом проекте. Из-за России, да? Из-за России. И конкурс по-прежнему объявлен. Мы попытались сейчас подать заявку. И очень странно, многие немецкие структуры также нам говорят, очень хороший проект. Ну, у нас там другие проекты, так далее. Вот мы, как институт Европы, подали заявку относительно партийно-политических систем, отношения к этому кризису, каким образом рассматривается партия, где может быть найден общий знаменатель. Нашли структуры независимые на Украине. Но пока наши немецкие партнеры аккуратно все спустили на тормозах. И мы, наверное, не успеваем, потому что в конце апреля этот проект, прием заявок, заканчивается. Там интересная вещь. Немцы попытались это сделать, а украинцы сказали, не надо. Потому что у нас... Если бы вы были в Украине, то вы бы рассуждали, я думаю, точно так же. Но мы независимые организации. Мы институт Европы. Почему нельзя с нами сотрудничать? Мы независимые организации, которые финансируются из российского бюджета. Потому что Академия наук фактически финансируется государством. Ну, как и любая другая организация. Как и в Германии наука. Когда мы собирали деньги в клубе, где я, так сказать, ведущий, мы собирали деньги Надежде Савченко, мы собирали свои деньги. Но мы-то хотим поработать за немецкие евро. Мы не берем... Да, просто хотел бы еще добавить, что одна из причин германского экономического чуда, что союзники вывезли по репарациям все старое оборудование. Это сделал... Можно я поправлю? Это сделал Советский Союз. Да. Ни американцы, ни французы, ни британцы... Валяки, по-моему, еще. Возможно, это потому что мы им помогали увозить. Вывозили ноу-хау, ввозили документы, документацию. А мы вывезли весь храм. И таких людей, как Майбах. Кстати, знаете, Майбах это живой человек был, который был изобретателем двигателя. Он был во Франции. Ему было поручено сдавать тысячесильный двигатель. Ну, известно, кто создавал ракетные технологии в США и так далее. А вот мы стали увозить оборудование, которое было изношено. Которое... Мы гнали коров, которые умирали по дороге. Ну, вы немножко утреваете. Нет, потом... Нет, я знаю... Мы в этом районе Верхнего Шленска, где было несколько тысяч... Он стал Польшей, но был Германией. Где было несколько тысяч современнейших предприятий. Все оборудование было вывезено в Советский Союз. И определенная промышленная революция после военной... Это было связано с тем, что новейшие технологии были вывезены. Это мы вывезли. Но американцы... Мы вывезли много их хлам. Но главное, что у них это все отобрали. У них появилось с чистого листа. Ну, это правда. Но в любом случае, я сразу скажу, что... Там много всего. Начали американцы, в первую очередь, но у Хао возить были компактные группы с прикрытием, с людьми, которые избирались с этим. И мы немножко опоздали. Мы успели. Успели много вывезти. Я застал тех людей, которые этим занимались. Не будем совершенно... Когда мы говорим про дедов. Конечно, это прадеды наши. Мой текст застал немножко войну. 18-летним парнем ушел в 43-м году. Умер уже. Ему сейчас в этом году исполнилось 90-м. Вы должны понимать, что вот кому сейчас 89-90, это последние реальные участники войны. Их практически не осталось. Их практически не осталось. Но это немножко другая тема. Да, давайте тогда Владимиру Тимофеевичу зададим вопрос. Как вы считаете... Нет, тоже. Ладно, не будем. У нас скоро 9 мая, мы вас еще и подозреваем. Владимир Тимофеевич, вот как бы так повторить бы германское экономическое чудо на Украине. Не думали об этом? У вас свой Эрхард там есть? Как-то у Бальцировича спросили, будете консультировать, помогать и Украине делать реформу? Он сказал, Украине есть свой привычный потенциал. Нужно, чтобы политики захотели делать реформу. Знаете, когда я говорил о том, что у нас как-то не получилось, что Майдан, он вне парламентские процессы ведет. И тоже волонтерство, снякомость фронту, медицинское обслуживание, которое на плечах водопроводцев сейчас в большой части. О чем я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что требования Майдана не реализованы в полной мере. Прежде всего, требовалось новые выборы, выборы нового парламента и такой его структуры, которая бы отражала процессы, происходящие в обществе. К сожалению, этого не произошло. Олигархам удалось быстренько, но это естественно, договориться о распределении сфер влияния при проходении в парламент. Там появились совершенно разные, неадекватные общества по структуре, по размерам фракции. Почему? Потому что 3-4 олигарха поддержали все практически национальные телевизионные каналы. Естественно, теперь друг друга не обижают. Даже я бы сказал, что и Порошенко не предъявляет особой претензии к олигархам. Он бы мог подумать, но он, к сожалению, практически отказывается от того, чтобы ввести диалог в нужном направлении. Поэтому Майдан в ожидании, он потенциально существует, и все идет по новым выборам. Потому что эти структуры парламента, которые образовали коалицию и правительство, они все-таки продолжают работать по старым схемам и очень сильно прислушиваются к мнению основных владельцев и энергетикой, и металлургии, и других отраслях. Спасибо большое, Владимир Зимофеевич. Еще дадим вам слово, Игорь Борисович. Про олигархов давайте заговорили. Да, вот я хочу два слова сказать по поводу выборов. Действительно, они не идеальны. Но в то же время, я сам был наблюдателем на этих выборах. Да, по заветам Майдана прошли, там многие же попали в Новую Раду. Да, да, и там же было огромное количество наблюдателей Евросоюза. И на президентских было самое большое в истории европейских выборов количество наблюдателей из Евросоюза. Владимир Зимофеевич, по-моему, максималистам хочет прям точного выполнения всех. И на этих выборах тоже были наблюдатели. Это не имело ничего общего с Чуровщиной, которая у нас в стране. Это были настоящие демократические выборы. А вчера были выборы в Казахстане. Вам они тоже не говорили? Да, очень душевные выборы. Правда, как-то даже тотализатор не устроили, кто победит. И соперники Назарбаева агитировали за него. Правильно. Великодушие. А как же. Демократия, она такая... Да, если они слабому помогли. Поэтому выборы-то были. После общества никто не мешал людям самоорганизовываться. В последний момент возникали блоки предвыборные. Блок самообороны. Вообще бы никто не ожидал. Он стал третьим по результатам. То есть вообще новая организация. То есть идет процесс, динамика положительная. Вот что главное. Это не происходит в один день. Это требует и гражданских навыков, политического опыта, социального опыта. И Украина его нарабатывает. Она не впустую теряет время. Вот что мне кажется. Причем я хочу пожелать действительно украинскому гражданскому обществу, народу успехов. То есть я не должен восприниматься как скептик. Просто проблема в том, что пока на местах, когда расспрашиваю обычных украинцев с юга Украины, с севера, с запада, они пока этого не почувствовали. Вот это вот страшно. То есть должны быть какие-то реперные точки, которые должны на местах дать не только сбор средств. Я слышал об этом очень много, как собирают эти средства и так далее на военные нужды. И вот здесь, конечно, пытаются реформировать суды, прокурорский надзор, пытаются дать, по крайней мере, гарантии защиты бизнеса, собственности. Есть такие попытки. Но вот не знаю, может быть, должна быть какая-то другая еще пиар структура в Украине. Война войной, а все-таки экономика должна уже чувствовать вот эти вот какие-то... Вы знаете, я бы... Понимаете меня, да, Игорь Павлович? Да, я понимаю, да, я бы немножко, немножко не согласился. Вообще, я больше занимаюсь историей России. И я знаю, что вот катастрофа октября, она была возможна не напрямую, но она связана с тем, что в стране была в 17-м году совершеннейшая свобода, можно было писать все, что угодно. И пошли чудовищные глупости по поводу императора, что там, что его жена шпионка и так далее, и так далее. И в результате, вот когда все потеряли, вот тогда поняли, что натворили. Поэтому не стоит забегать вперед с критикой украинской власти. Она работает. Я бы сказал еще такую вещь. Вот вы говорите, реформы как бы вроде происходят, а ощущения реформ в обществе нет. А вот вы знаете, когда только в 91-м году поменялась у нас власть там и так далее, да? Ну, может быть, вы знаете, может быть, нет. У меня было огромное количество друзей во власти. Московская, российская и так далее. Я помню, как я беседовал с одним из московских вице-мэров, который мне говорил, слушай, ну мы уже столько денег потратили на дороги, неужели это не видно? На ремонт, на реконструкцию, да? Я говорю, Вася, совершенно ничего не видно, совершенно непонятно, да? И только через год, через два я стал замечать, что действительно дороги меняются. И мы уже сейчас к этому привыкли. Ну, у нас же были... Я ездил на дачу за 20 километров от города, там проехать было нельзя. А сейчас все дороги в Москве и вблизь Москвы действительно эффективны. То есть реформы идут сверху, уже решение принимается, а эффект ощущается не так быстро. Я просто буквально коротко скажу, это опыты Польши, все первые... Еще одна реформа, которая реально прошла, которая нельзя не сказать, это иллюстрация, которая там идет достаточно сильно и эффективно. Это тоже важно. Это отдельная тема. Но первые польские правительства, проводя шоковую терапию, уходили в небытие. Потому что, в принципе, Иценюк должен себе честно сказать, что без вот этого шока, который, правда, мы все испытывали и в России, и в Украине несколько раз, реформы не получится. И реформа ЖКХ пойдет по этому пути. И Иценюк, вообще, первое правительство, это правительство Камикадзе. Потому что они уходят. Я сравню с реформой Шрёдера. Это март 2003 года, когда Шрёдер отважился своей партией пойти на далеко идущие реформы. Он проиграл выборы. А реформы сработали через 10 лет. Мы упоминали сегодня... Я не согласен с содержанием, но, тем не менее, ценой очень великих потерь реформы Гайдара и Чубаси сработали спустя 10 лет. Вот этот вот лак очень большой. Это какой-то миф мне непонятный. Я бы с удовольствием сказал, что да. Но где же они сработали, если нет ни приватизации, ни реформы энергетики. Давайте про Украину ближе. И вот сейчас вот Иценюк, мне кажется, все-таки боится начать эти реформы. Поэтому очень много обращений к военной тематике, к мобилизационной экономике. Он огрызается на Порошенко. И мне кажется, пока власть сегодня не настолько готова, как это требовала Каха Бендукидзе, к тому, чтобы эти реформы были начаты. Но это внешняя оценка. Я думаю, что украинские коллеги могли бы эту дискуссию вести более открыто. И я сожалею, что, по крайней мере, немецкие площадки, это те площадки, где россияне, украинцы были бы готовы с помощью немцев обсуждать все эти общие проблемы, которые у нас есть. Без этого никуда. Я помню, что после первой революции была такая вот одна идея общая. Ее, по-моему, Тимошенко предложил. Это большие очень выплаты за каждого рожденного ребенка. То есть демографическая была идея, бережение народа. А сейчас отменил же Янукович все эти льготы. По-моему, чуть ли не 25 тысяч долларов давали тогда. Материнский капитал. Да. Знаете, это, если уходить в эту сторону, я должен вам сказать, этим занимался, это ошибка. Дело в том, что вот у нас существует материнский капитал. У нас его не получишь никогда. Не в этом дело. Даже я получаю через некоторое время. Но дело в том, что рождаемость – это процесс, который никто не умеет контролировать и управлять. Управлять можно смертностью. А для снижения смертности нужно, во-первых, снизить производство алкоголя, оно у нас запредельно, увеличить здравоохранение. Ни того, ни другого нет. А материнский капитал, я же не против. Нет, нет, это не работает. Давайте спросим, Владимир Тимофеевич. Владимир Тимофеевич, повысилось ли население вашей страны за время между оранжевыми революциями благодаря материнскому капиталу Тимошенко? Нет, это решение Ющенко. Это президент своего идея. В 2005 году начала работать эта система. Я так к этому тоже прикладывала свое участие. И дело даже не в рождаемости. Вы немножко неточны в этом. Это вопрос материального обеспечения детей в логическом возрасте. Возможность матерей три года сидеть с ребенком. Это главная была идея. Это о том, чтобы дети наши не умирали, не болели в раннем возрасте. Потому что украинская нация, конечно же, сокращается. Спасибо, Владимир Тимофеевич. Давайте уже осталось 10 минут. Я скажу, что смерть контролируется, а рождаемость стимулируется. При этом в Германии, как ни странно, проблема с яслями и детскими садами. В Германии, у которой сокращается население, у которой демографическая пирамида перевернута, когда внизу молодые уступают пожилым. По-прежнему в этом социальном государстве проблема с местами в детских садах и яслях. И я тоже всегда критикую нашу политику. Нужен не материнский капитал, а так, чтобы мать через 18 месяцев, через 24 месяца могла спокойно отдавать ребенка в нормальное учреждение. Без очередей, без взяток, за нормальные деньги, которые бы спонсировали. И идти работать. И идти работать. Вот это вот. Поэтому я всегда говорю немцам. Как говорят в Одессе, мы с вас удивляемся, с немцев. Нас учите, а сами этого ничего не делаете. Так, давайте тогда подводить итоги. Как вы считаете, Игорь Иванович, какое самое здесь эффективное вложение капиталов из предложенных? Вообще самое эффективное вложение капитала, конечно, вложение в человека. Правильно. Ну, как скоро оно окупится на Украине, если сейчас вкладывать в студентов? Когда это все появится? Брюны у них? Вы знаете, это, конечно, окупится. Я, между прочим, сегодня обсуждал с одной коллегой из Франции вопрос о создании русской школы во Франции, в Париже, чтобы готовить русских специалистов на то время, когда у нас уже произойдут изменения. Но на самом деле все-таки абстрагирование возможно, но в определенных рамках. Пока идет война, или пока вообще ситуация ни мира, ни войны, это самая большая проблема. Это делается сознательно, чтобы помешать. И Украине в этом положении, конечно, очень трудно извернуться. Поэтому главная цель – остановить войну. Причем, я добавлю, война, которая сейчас происходит, она не столько против Украины, сколько против России. Потому что Украина получает помощь и Евросоюза, и огромную поддержку США. Россия в полной изоляции. Если она будет продолжать вот эти действия, то мы ведем нашу страну к краху. Я соглашусь с Игорем Борисовичем. Человеческий капитал с большой буквы. У нас в институте занимается Наталья Викторовна Говорова. Я всегда немножко так скептически относился. Когда стал смотреть ее статьи, действительно это определяет будущее. Будущее нации. Человеческий капитал с точки зрения школьного образования. Ну, конечно, у нас разрушено образование вообще. Профессиональное и техническое образование, высшее образование, образование политиков. Поэтому я все хотел, Игорь Борисович, услышать. Где те молодые политики, мы сейчас их не видим, которые... Вот та преемственность, что сейчас должны политику идти молодые люди. Вы на Санкт-Петербурге или у нас? Я про Украину. И, соответственно, молодые политики на уровне регионов. Не партии регионов, а в немецком языке есть понятие штандортов. Хозяйственно-политических пространств. Я об этом говорил в марте прошлого года. Штайн Мартука об этом сказал в мае и в июне. Надо брать опыт конкуренции регионов в рамках существующего конституционного поля за основные факторы. Человеческий капитал, услуги, производительный капитал. Ну, соответственно, студенты и пенсионеры. Вот если на уровне регионов, на низовом уровне, если будем верить тем реформам, которые идут, что прокуроры не берут взяток и так далее. Вот тогда, наверное, с регионов будет постепенно подниматься Украина с тех колен, на которые она встала вследствие этого страшного кризиса. Поэтому человеческий капитал, в том числе и политический человеческий капитал, я хотел пожелать Украине эффективных политиков на местном уровне, на уровне регионов и, соответственно, на уровне высшей власти. Ну, у нас, помните, Ходорковский тоже вкладывал в человеческий капитал, создал фонд «Открытая Россия». И где он теперь? Поэтому нужно, конечно, иметь политическую поддержку. Нельзя быть в конфронтации с государством. Ну, конечно, но вы еще не учитывая, это очень все широкие темы, я такую особенность скажу, которую из Москвы часто не видно. Ведь на протяжении многих десятилетий, с десятилетия в десятилетие, самые лучшие украинские артисты увозились в Москву, самые лучшие режиссеры в Москву, самые лучшие писатели, самые талантливые люди, все отбирали, отцарбировала Москва, понимаете? Поэтому там произошло, и это не только из Украины, из всех республик, была политика центральной власти. Поэтому будут ли в Украине политики, конечно, я знаю таких людей, они не все имеют имя, но даже если говорить о том же Майдане, ведь была воля народа, но была еще способность организовать все это, и правильно отладить, и сделать эффективным, это тоже делали гражданские активисты. И построить эстраду, а потом список из 180 человек, которым запрещено въезжать в Россию из Украины, это те самые активные гражданские активисты, которые помогали, работали на украинскую революцию достоинства, и которые победили. Я здесь вспомнил советскую песню, там есть блестящие слова, к которым мы никогда не обращали внимания, переведи меня через Майдан. Очень хочется, чтобы этот переходный период в Украине закончится как можно быстрее. А по поводу иллюстрации, я знаю, опять же, смест, когда убирали людей, реально не имеющих ничего общего с партией власти, но которые вынужденно стояли в партии регионов. И когда были аплодисменты, когда вытаскивали этих людей за шкирку, грамотно люди говорили, что вы делаете, это человек, который обеспечивает эффективность управления нашим маленьким городом. А его мусорное ведро, да. Мусорное ведро, да. Только из-за того, что у него был партбилет, все. Нет, это все страны, которые проходили иллюстрацию, ни одна страна не сказал, ни один народ не сказал, прошло идеально. Но ни один народ не сказал, что иллюстрация не нужна. Да нет, Валерий Ильич. После того, что ломали и насиловали, и терроризировали, после этого выйти из этого, из этой ямы непросто. Я согласен с вами, просто для меня важная судьба отдельного взятого человека, это всегда все-таки история строится не миллионами, а история строится на конкретных судьбах людей. Это просто к тому, что мы должны тоже это видеть и не забывать. Да, вы знаете, я во время перестройки активно занимался митингами, вел первый митинг и так далее, и так далее. Проходит, побеждает революцию 91-го года. В 92-м или 93-м меня просят помочь организовать митинг. Я иду в московскую мэрию и встречаю того человека, который решал вопрос о митингах, который мне дали, затыкал рот 3 года назад. А я их вел, и мне опять... Поэтому то, что они сделали иллюстрацию, правильно, что это нужно, это будет у нас. Без этого Россия не поднимется. Я очень аккуратно, потому что... А бывают ошибки, да, к сожалению, да. Для меня это страшно, да. Это действительно тот случай, когда лес рубят, а действительно щепки летят. Но лес рубят, понимаете? Они щепки рубят, а лес летит. Рубят судьбы конкретных людей, да. Да, вот сейчас обсуждается вопрос, стоит ли подвергать иллюстрации журналистов, ставших пропагандистами в России. Конечно, стоит. А я вот вспомнил, что как у нас, когда мы пришли, ну, вернее, мы победили там в августе 91-го года, и вот все пропагандисты, которые работали на Брежневском телевидении, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, которые врали, говорили, что боингу мы не сбили. Они сейчас, у них все ордена за честь и достоинство, за верность профессии, за верность этому долгу, что-то какое-то за гражданское мужество. Ну, о чем мы говорим, вот сейчас отмечается 9 мая, День Победы. Только что вчера я был на встрече, где Шеветкой выступал, и говорил, это день, который освободил Германию от нацизма. А в нашей стране произошла декоммунизация, десоветизация. И на Украине. Когда ленинопад в Украине идет, это возвращение в Европу. А у нас тут комментарии такие, что вроде бы они там фашизм утверждают, уничтожают, тоталитариев. Мне понравился комментарий, что и сталинские памятники на западе Украины, и на востоке для ленин должны были остаться. И еще памятник Хрущева на юге за Крым. Это так шутят эксперты. Да, да, вот мы, к сожалению, эту тему тоже вынуждены будем и в этом году поднять. К 70-летию уже Победы. Все, дальше она... И Володя посмотрел на меня. Я готов. Договорились. Ну что ж, мы сегодня обсудили международную конференцию в поддержку Украины, которая прошла в Киеве. От ФРГ кто там был? О, пропустил, я не посмотрел. Ну, видно, что высокий уровень был конференции. И решено предоставить Украине экономические гарантии. Я считаю, что это важно. Спасибо Европе за солидарность с Украиной, за поддержку Украины. И мы это обсудили с нашими гостями. Политологом Владиславом Беловым, большим директором Центра по изучению. Ну, вы сейчас замдиректора Института Европы. Продолжай возглавлять Центр генетикой студии. Философом Игорем Чебайсом. И спасибо Владимиру Лановому, большому министру экономики. Он нахрадит свободу, изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамозов-старший. Слава Богу! Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов. Редактор субтитров А.Семкин